Всем привет. На календаре у нас 27 октября и сегодня свой день рождения отмечает британская скрипачка, певица и композитор Ванесса Мэй. Она родилась в Сингапуре в семье китаянки Памелы Тан и тайца Варапронга Ванакорна. Когда девочке не было и четырех лет, ее родители развелись и Ванесса с мамой переехали жить в Лондон. Там Памела Тан второй раз вышла замуж за адвоката Грэма Николсона. Грэм относился к пачерице как к родной. Когда Ванесса начала говорить, стало ясно, что она обладает абсолютным слухом. Тогда мать, в прошлом успешная пианистка, решила сделать из девочки звезду мирового уровня. С того момента в жизни Ванессы была только одна игрушка, фортепиано. Она проводила за ним по пять и более часов в день. За ее занятиями пристально наблюдала мама и не давала ребенку расслабиться. Первую скрипку Ванессе подарил отчим, на пятилетие. С тех пор скрипка начала постепенно вытеснять фортепиано и заняла первое место в жизни девочки. Ее детство нельзя назвать радужным. Вместо игр с ровесниками – постоянные репетиции. А потом к ним прибавились еще и занятия в школе. Она должна была везде и все успевать. Уже в восемь лет Ванесса одерживает свою первую победу на конкурсе юных пианистов в Лондоне. А с десяти лет она дает концерты в сопровождении лондонской филармонии. В одиннадцать лет Ванесса становится самой юной ученицей музыкального колледжа при королевстве. А с двенадцати лет она начинает постоянно гастролировать и практически не появляется в школе. В тринадцать лет Ванесса попадает в книгу рекордов Гиннесса как самая юная скрипичная исполнительница Людвига ван Бетховена и Петра Чаковского. В какой-то момент Мэй была вынуждена бросить школу, так как время на нее совсем не оставалось. При этом мама скрипачки была только за. Она хотела, чтоб в жизни ее дочери была только музыка. Мать сама выбирала одежду для дочери, тщательно контролировала ее расходы, не давала встречаться с друзьями и даже наняла ей телохранителя, который неотступно следовал за Ванессой. В ее жизни была только одна радость и отдушина, это горные лыжи, которыми она занималась с четырех лет. В 2014 году в Сочи, на Олимпийских играх, Ванесса представляла сборную Таиланда в гигантском слаломе. Она выступала под фамилией отца, Ванакорн. Несмотря на то, что Ванесса Мэй знает весь мир, признанные мастера классической музыки скептически относятся к творчеству скрипачки. Так, Юрий Башмет как-то высказался, что счастлив, что благодаря короткой юбке Ванесса весь мир узнал времена года Антонио Вивальди. И это был один из самых мягких комментариев к ее творчеству. Многие выражались и жестче. Что касается личной жизни пианистки, то в 21 год, достигнув совершеннолетия, Мэй окончательно расторгает все рабочие отношения с матерью. Памела воспринимает это очень остро и впоследствии они перестают общаться со всем. С биологическим отцом отношения тоже не сложились. Он появился в жизни Ванессы, как это часто и бывает, на пике славы и просил одолжить ему денег. В какой-то момент в жизни Ванессы было всего два близких человека, это отчим, с которым она поддерживала очень теплое отношение, и бабушка. А потом в ее жизни появился французский сомелье Лионель Каталан. Они познакомились в маленьком городке, мэром которого был отец Лионеля. Молодой человек не сразу узнал в хрупкой лыжнице известную скрипачку. Лионель старше Ванессы на 10 лет. Возможно, в этом и таится залог их долгих и крепких отношений. Сегодня этой хрупкой и между тем очень сильной и талантливой девушке исполняется 43 года. Не забудьте поздравить. А если вам интересно, кого мы собираемся поздравлять завтра, подписывайтесь на наш канал и не забывайте оставлять свои комментарии. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!